Привет дорогие зрители! Тема этого видео большой повышенный расход топлива и это волнует не только меня. Почему машина жрет много горючего? Ответы на этот вопрос конечно есть, но не всегда эти ответы нам удовлетворяют и объясняют обстоятельства. Именно в таком ситуации попали. После покупки скоро заметят, что моя машина Volkswagen CC 2009 года выпуска на двигателе 2.0 TCI употребляет много бензина в городе. Примерно 15-16 литров на 100 километров. Все согласятся, что это очень даже много. Многим ребятам спрашивают у кого есть такая машина. Сколько их автомобиль жрет в городе. И все мне говорили примерно 13 литров. Ну черт возьми, почему тогда моя машина израсходует так много горючего. У меня есть шнурок ВАССЯ диагност. Есть мультиметр. И я все датчики и сенсоры перепроверил в двигателе. Часто проверял, есть ли ошибки. Но ничего подозрительного не обнаружил. Потом я стал записывать и анализировать каждую поездку. И наконец-то обнаружил причину, о которой я сейчас хочу поговорить. И поставить свой диагноз. Может многие не согласятся со мной. Но мне будет интересно ваши аргументы. И пожалуйста пишите в комментариях. Кому интересно в чем может быть именно причина повышенного расхода топлива в городе, если машина работает исправно. Смотрим видео дальше. И вместе разберемся. Итак идем дальше. Два месяца назад я был в Тбилиси. В общем туда и обратно проделал 450 километров. В Тбилиси ехал и в пробках, и конечно по светофорам останавливался. В машине нас было четыре тяжелого веса человека. Это примерно 400 килограмм. Постоянно включенная печка, стеклочистители и фары. Почти на весь дороге была плохая погода. Когда я приехал домой, средний расход бензина был 9 литров на 100 километров. И это не удивительно и нормально при таком режиме езды. Машина на весь дорогу таскал 400 килограмм и электроника была включена почти на максимальное потребление. Теперь посмотрим что происходит со мной при езде в городском режиме. Я специально на бензоколовках не заливал бензин в бак, а заливал в канистрах. 95 бензин. Потом заправлял бак дома до конца. Дозировал. Мерил и делал расчеты. Часто я наблюдал на показания бортового компьютера. Сравнивал показания компьютера и реальный расход. Оказалось, что когда компьютер пишет в среднем расход топлива 15 литров, реальный расход был 16 литров. Через некоторое время я заметил, что компьютер расход топлива показывает в двух режимах. Даже в трех режимах. Достаточно нажать кнопку ОК на руле и вы увидите первый режим. Это сколько на маленьких расстояниях. Например, сегодня, когда вы ездили, сколько был средний расход топлива. Второй режим показывает средний расход топлива на промежутке большого расстояния. И в третьем варианте вы увидите именно на данный момент, какое количество горючего изгосходует машина в среднем. В втором режиме на протяжении большого расстояния средний расход показывал примерно 15 с чем-то литров на 100 км. Первый режим на маленьких расстояниях при ежедневной езде показывал разные значения. Я заметил, что в первом режиме на маленьких расстояниях компьютер показывает разные показания расхода топлива. Например, первое. Когда двигатель хорошо не прогрет до оптимального значения, тогда машина употребляет много бензина. И это конечно не удивительно. Второе. Средний расход топлива зависит от средней скорости. Чем меньше была наша средняя скорость, тем больше расход топлива. Это тоже не удивительно. И третье. При наблюдении, когда машина поднимается на крутом подъеме с первой и второй скоростью, шрет очень даже много бензина. Компьютер в таком случае нам сообщает, что если мы будем в течение часа подниматься на таком подъеме, в таком режиме, тогда расход бензина примерно до 50 литров на 100 км. будет у нас. Ну хорошо. Заполним эти три причины и теперь обсудим, часто зависит в каком режиме именно мне приходится ездить по городу. Я живу в небольшом городке с окружностью примерно 30 квадратных километров. И каждый день я выхожу из дома на машине и еду в центре города. Прохожу примерно расстояние 2 км. Вот я выхожу из дома. И пока я доехал до базара двигатель, еще не прогрелся до оптимального значения. И компьютер в это время показывает, что машина употребляет много бензина. Когда остановился возле базара, я закупил продукты и так далее. В супермаркетах примерно в течение часа двигатель остыла. Потом снова завожу машину и еду к родственнику, который живет близко от базара. И чтоб добраться до них, мне приходится подниматься на кутро в крутом подъеме примерно 50 метров. Компьютер в это время показывает, что в среднем шрет 50 литров горючего. Доехал до родственников и снова остановил машину. Примерно на час. Потом через час я еду домой. И когда я перед дома поднимаюсь на крутом подъеме примерно 200 метров. И когда машину поставил в гараже, в первом режиме компьютер сообщает, что сегодня средний расход был у меня примерно 16 литров. А иногда до 18 литров доходит на 100 километров. Вот приехал домой. Поставил машину в гараже. И итогом у нас получился сегодня в среднем расход 18 литров. На данный момент на холостой 0,9 литров. Сегодня я ездил 37 минут. Потом в настоящий момент 0 километра. Сейчас это 8 километров. 8 километров я ездил сегодня. Так, сегодня какой у нас был средний скорость? Сегодня средний скорость. Значит, у нас был 13 километров в час сегодня. И если я целый месяц буду ездить именно в таком режиме, тогда не удивительно, что моя машина шрет очень много бензина. Теперь рассмотрим вариант, когда мне приходится проходить более длинные расстояния по городу. Иногда раз или два раза в неделю мне приходится ездить с одного конца города до другого конца. Это примерно 8-9 километров один конец. Основной по ровной дороге. И потом обратно. Конечно, есть светофоры. Но все-таки средний расход в таком случае у меня значительно меньше. И это потому, что двигатель в таком случае успевает хорошо прогреться. Средняя скорость тоже выше. И не приходится преодолевать длинные крутые подъемы. Основной езжу по ровной дороге. Вот смотрим, 12-13 литров в среднем городском режиме, как и должно быть. И чем дальше я буду ездить в городе оптимально прогретом двигателе, когда средняя скорость более высокая, тогда расход будет нормальный, как написано в заводском техническом характеристике. Когда почти приехал домой, компьютер показывает, что средний расход у меня был значительно ниже. Некоторые скажут, если расход бензина на оптимальном прогретом двигателе мало, тогда зачем я не грею двигатель, когда я завожу машину? Конечно, друзья, когда я и все, мы заводим машину, кроме ее около 5-10 или даже больше минут. Но, как вы знаете, чтобы прогреть двигатель хорошо на холостом ходу, нам потребуется около полчаса. И погреть до оптимальной температуры двигатель на холостом, нам все равно не удастся, если не будем показывать на большие обороты. Все согласятся, что так никто не делает. И двигатель достигает своей оптимальной температуры при езде уже тогда, когда мы тронем машину. Некоторые еще скажут, что у меня постоянно горит чек и может большой расход бензина, исходя из того, что в двигателе что-то не в порядке. Я уверяю вас, чек тут ни при чем. Я знаю, зачем он горит. Просто через каждый примерно 300 км татчик положения впускного коллектора пишет эту ошибку. И пока я не дошел до того, чтобы поменять впускной коллектор. Я просто спрашиваю эту ошибку, но когда я начал снимать это видео, я просто забыл очистить ошибки и просто мне лень было заниматься этим делом. Исходя из всего этого, я составил график зависимости расхода бензина от того, на какие расстояния нам приходится ездить по городу. Например, если мы каждый день из дома будем ездить туда и обратно на работу, который находится от нас на расстоянии 2 км, тогда расход бензина у нас будет значительно больше, например, 16 литров на 100 км. А если мы каждый день будем ездить на работу туда и обратно, который находится от нас на расстоянии 10 км, тогда расход будет значительно меньше, в среднем на 100 км, и это будет приблизительно 12-13 литров. Значит, выходит, что чем дальше мы ездим на разогретом двигателе и чем больше у нас средняя скорость, тем оптимальнее будет наш расход топлива. Если мы часто будем ездить по трассе, тем меньше будет средний расход, около 8 или 10 литров. И, конечно, мы все знаем, что расход бензина зависит еще от многих факторов, перечислить которых в этом коротком видео нам не удастся. Так что, друзья, если ваша машина употребляет много бензина, не надо паниковать. Перед тем, как вы начнете диагностировать и искать причину неисправности в двигателе, подумайте сначала, в каком режиме вам часто приходится ездить на своем машине. Обратите внимание, именно в каком режиме вам часто приходится ездить на своем тачке. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если полезно было для вас это видео. Спасибо вам за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...